Декабрь, прекрасная погода, просто лето. Даже не видится, что наша планета такая многогранная. Где-то морозы, а где-то лето. Сегодня нет никаких волн с гребешками, пены. А вот просто, посмотрите, идеальная гладь у океана. Такое затишье перед закатом. Море такое спокойное, на океан не диск, если точнее. Иногда он такой бушующий, особенно вечером слышно, как пьются волны. Как-то один день был сильный ветер. А здесь прям тишина. Поверхность океана, как и зеркало. Всем большой привет! С вами Елена. Я приветствую вас с острова Ройл-Айленд, одного из мальдивских островов. Сегодня 29 декабря. Я сделала на тему нашего отдыха, ну вернее, там не отдых был показан, а остров, несколько видео. Все ссылки на видео я оставлю внизу под описанием. Кликните на название. Сейчас вечер, время где-то пол шестого. Семнадцать тридцать доходит. День здесь короткий. В шесть утра рассвет, а в восемнадцать уже закат. Буквально в восемнадцать двадцать, и здесь будет просто ночь, темно. Сегодня вот такое вот затишье, посмотрите, ни одной волны. Видно ближайшие острова, которые окружают остров. Некоторые просто песчаные. Множество островов не заселены необитаемым, потому что они очень маленькие, песчаные, а это остров. В этом видео я хотела бы вам показать обитателей коралловых рифов. Первые дни я начала делать съемку, с удовольствием плавала и даже заплывала за рифа. Так осмелела, что в один прекрасный день, когда было именно затишье, мелькнул силуэт одной из рыб. После этого у меня желания плавать туда дальше не было. А рыбу я эту встретила буквально здесь, на мелкоте, можно сказать. Тут вообще очень-очень мелко сейчас отлив. Яркие красивые рыбки Лисского океана можно встретить уже вот у коралловых рифов. Как я повторюсь, они не такие кораллы яркие здесь, как в Египте, в Средиземном море. Но, как кажется, морской мир здесь очень-очень богатый. Мой муж тут видел буквально вот в этом проходе между камней, между коралловых рифов, ската. Я видела мурюну. Как правильно выговаривать. Ну, я боякой дальше не поплыла. Что-то экспериментировать я не стала. Ну, хватило и такого отдыха. Здесь вот такая милия. Люди сюда приезжают как на дачу, можно сказать. Многие. Не первый раз здесь отдыхают. Им просто нравится вот такая тишина. Как рыба клещется. Милия. Осталось буквально полчаса и будет темнеть. Все пойдут в душ и будут готовиться к ужину. Пока. Кто-то читает на террасе. Мой муж. Кто-то просто загорает. Наслаждается свежим воздухом. Океанским. В этом видео я соберу все кусочки интересные. То, что мне не вошло в одном из моих видео. Где я показывала прогулку вглубь острова. Это будет, наверное, последнее мое видео. Такой микс. Солянка. Где я все скомпоную и покажу. Помимо морских рыбок. Как все-таки в поплу взглянуть. Погода такая прекрасная сегодня. Утром было солнце. Пекло даже так. А сейчас такая свежесть. Что не очень. Не всегда здесь обычно такое, знаете, духота. А сегодня свежесть. Поэтому, наверное, все и на пляж. Все. То есть вы думаете, что если был пустой пляж, это не все. Здесь очень мало отдыхающих. Буквально на каждый домик. Здесь вот семья у нас, соседи. Двое детей и папа с мамой отдыхают. Мы двое сможем. Вот на каждый домик, считай. По два жильца. Приятного просмотра. Продолжение следует. Попробуем. из всех фруктов здесь предпочитают отдыхающие полакомиться папайи эти оранжевые кусочки напоминающие дыню но они более ароматный на вкус и очень очень полезный фрукт папайи время обед здесь лакомиться обедает серая цапля а 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 на дерево ящик ящерица забралась бегала по песку по пляжу а теперь на дереве довольно высоко какая она рыженькая я даже не смогу больше увеличить приблизить ничего себе как высоко не могут забраться время что по плоской то что по вертикальной плоскости главное было бы за что цепляться ого а мурена известная нам в древнегреческих еще легенд здесь я ее видела неоднократно такое ощущение что напротив нашего домика возле коралловых рифов где у нее был тоже свой дом в один из вечеров может быть течением принесло очень много было крылаток но они считаются рыбами очень опасными хотя и красивыми на вкус и свет конечно товарищей нет но очень необычно просто смотрится ну вот это было только один из вечеров на тот момент у меня не было с собой камера в один из первых дней рядом с моим мужем проплыл скат но больше мы так не наблюдали может быть я не выплывала так далеко но я знаю что с другой стороны острова там плавали очень большие скаты просто я не осмелилась плавать рядом с такими большими рыбами очень богатый и разнообразный подводный мир в индийском океане коралловых рифов но кто занимается дайвингом естественно может увидеть еще больше и разнообразнее видов рыб но это не про меня мальдивские острова известны разнообразием своей экосистемы богатейшие коралловые рифы на протяжении всего архипелага создают самые благоприятные условия для рыбной ловли здесь обитает более 1100 видов самых разных рыб от огромных тунцов до совсем крохотных рыбешек поэтому основным промыслом островного государства является именно рыбная ловля ловля рыбы с берега запрещена на курортах это связано с правилами и нормами гарантирующими защиту экосистемы и защиту окружающей среды здесь на острове на этом острове на котором я отдыхала можно заказать специальный групповой или отдельный для ловли рыбы в сопровождении местного гида можно заказать ночевку на острове и вы будете только одни поймаете ту рыбу для вас специальный шеф-повар там изготовит и проведете вечер как Робинзон Крузо к сожалению не смогла сделать музыку как фон потише мне придется тогда все снова переделывать у меня к сожалению нет столько времени но в будущем я это учту постараюсь сразу уменьшить звук Рыба-игла рыба плавает почти на поверхности так у меня не но не 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 если я не ошибаюсь то это маленькая акула и она плавала прямо рядом с берегом на мелководье поэтому как-то я не осмелилась плавать уже дальше и глубже но это было вот буквально говорю первые дни сейчас мы можем наблюдать вот такую цветную сине-зеленую рыбу рыба-попугай красивая и отливает всеми цветами радуги Мальдивцы называют эту рыбу рыба-попугай матерью Мальдив так как эта рыба ест кораллы и испорожняется белым песком да да тем самым песком которым так знамениты Мальдивы А сейчас мы с вами можем наблюдать разновидность рыб-хирургов за скажем так полосатую робу прозвали их арестантами прозвали их арестантами каинь мальдивы а мальдивы 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 тап В этом видео я пыталась наговаривать через маску, и получилось не очень. Самая яркая рыба – рыба-хирург. Их существует более 40 разновидностей, и почти все они обитают здесь, возле кораллов, рифов в Витгийском океане. Своё название рыба получила за то, что своими шпорами по обе стороны хвоста она очищает кораллы от мешающих развитию водорослей. И вообще хвост напоминает скальпель-хирурга. Снова рыба-игла проплывает целый косяк. По возможности я постаралась рассказать вам о разновидностях рыб, которых я снимала. Не про всех, конечно, но как смогла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Хотелось заснять закат в идеальной тишине, но не получилось. Очень уж много моторных лодок ходит от одного острова к другому. Поэтому любуемся уже шумом моторов. Наверное, на планете нет таких уголков, где сейчас идеально. Как я уже говорю, Агафью Лыкову и то замучили. То одни блогеры придут, то и другие посетители. Бирная старушка даже в лесу не спрячется. Вот так и здесь. Куда бы люди ни уехали, везде шум. Вот, посмотрите. Полетели цапли. Здесь очень много гнездит. Ну, не на камнях гнездятся, а не на остров гнездятся. Ну, а здесь поужинать, наверное, провели. Очень часто они в подворе, да. КОНЕЦ Оттуда отходит последний кораблик с пристани. Заказ закончил теплый летний вечер. И на этом мое видео подходит к концу. Я вас всех благодарю за просмотр моего видео. Желаю здоровья вам и вашим близким. До новых встреч в новых моих видео. Всем пока. Заказ закончил теплый зимний вечер.